Мы готовы к этому разговору. Поверьте, несмотря на то, что здесь будут разные вопросы и разные отношения, предположим, как человек к человеку, но, тем не менее, уважение и честь по отношению к другу должны соблюдаться. Спасибо большое, мы готовы к нашему разговору. Отвечать на вопросы, решать наболевшие проблемы, встречи с населением – возможность всегда быть в курсе всех событий, которые происходят на местах, иметь прямую связь с жителями. В школе городского поселения Загорянские десятки людей, и практически у каждого есть, что спросить и о чем рассказать. Поселение прошло через непростой период управленческого кризиса, и за это время накопилось немало вопросов. Хотелось бы, чтобы там создался фельдшерский акушерский пункт, потому что народу все больше и больше. Конечно, мы пользуемся Загорянской и Щелковской поликлиникой, но нам обязательно нужен пункт фельдшерский, чтобы люди могли сделать уколы, какие-то процедуры. Надо поработать, если там действительно такая потребность, по нормативам посчитать и, соответственно, помочь. Уверен, что в этом году уже более предметно будет работать администрация, более предметно будет формировать вхождение программы Московской области, и думаю, что в следующем году эффект будет, конечно, более значительный, чем в этом году. Немаловажный вопрос – качество воды. По словам жителей, в домах на нескольких улицах качество поставляемого ресурса оставляет желать лучшего. Вода из крана течет ржавая, вонючая, отвратительная. В водоканале ссылаются на Загорянский. В Загорянском не принимают никаких жалоб в принципе. Сейчас у нас на реконструкции стоит в очереди ВЗУ, который мы будем реконструировать силами водоканала. Более того, на еженедельных совещаниях с водоканалом эта задача держится на пристальном контроле. В этом году у нас в программу заложено строительство станции без железа в Загорянке. К какому сроку? Насколько я помню, до 30 сентября. Это крайне. 30 сентября. А дальше ничего не говорите. Как только станция без железа не заработает, соответственно, вы должны проконтролировать, чтобы здесь провели промывку труб. И вода будет должного качества. И другие вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве, экологии, развитии поселения. Это уже не первая встреча с населением на Загорянке. И опыт показывает, мероприятия нужны и жителям, для того, чтобы урегулировать возникшие проблемы и властям, чтобы знать наверняка ситуацию в поселении. Я считаю, что встреча прошла хорошо. Вопросы были заданы объективные, по делу. То, что касается нашей родной Загорянки. Конечно, жители волнуются, как будет развиваться наше поселение. Я считаю, что такие встречи нужно почаще устраивать, встречаться с людьми. Они все свои проблемы излагают. Далее Сеснеговой, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». У нас не работают фонари. Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».